приветствую вас дорогие братья и сестры вы на канале евангелие в последнее время и с вами игорь первую очередь хотим поблагодарить вас за молитвы и за всю вашу помощь мы завершили сегодня первый день служения благовестия я нахожусь как вы знаете в городе сакраменто это штат калифорния со всеми событиями которые проходят или происходят сегодня в мире и стране где я живу в америке в молитве а также в возможности продолжать делиться доброй вестью это самая главная цель пока еще благодать не закончилась она закончится и мы видим эти признаки что завершается потому что господь грядет но слава богу что сегодня день благодать что сегодня день милости господь и сегодня миловал и спасал души человеческие прилагал к церкви свое с той врата ада который не одолеет и это наша радость быть частью божьей великой работы на этой земле поэтому все кто на канале обращаясь братьям и сестрам проповедуйте евангелие по тем дарам которые вы имеете не смущайтесь если люди отвергают потому что в основном люди отвергают ведь бог спаситель мы не можем вместо кого-то покаяться мы не можем никому спасти милость не можем дать до добрые дела должны делать и можем делать слава богу по милости господне делаем но слава богу и мы можем рассказать людям о христе кто единственный путь спасения молиться за них имея сострадание к ним как можете даже одна душа важно для бог его сегодня мы были в трех точках в основном среди бездомных людей сейчас вы увидите короткие видео что сегодня происходило мы часто не замечаем людей сколько несчастных людей мы сами часто жалуемся то нет у нас господи того нет если бы вы видели этих несчастных людей я понимаю что в какой-то мере это их выбор и чтобы выйти из этого состояния из этой грязи падения хотя я не сушу никого и у каждого судьба мы не знаем что с ними произошло но у них должно быть желание у них тоже должно желание это не то что вот господь возьмет прилетит извините меня или какой-то дядя приедет и вот поднимет их возьмет это только в сказках и фильмах показан на самом деле они должны иметь желание они должны бороться но все же много разных несчастных людей чтобы помолиться напомнить о голос о господи сделать доброе дело напомнить евангелие поделиться доброй вести мы имели это благословение многие подходили брали еду а молились над некоторыми кто-то взял у нас священное писание но в основном когда мы предлагали они говорили что у них есть библия на жизнь нелегка но помоги нам господь все же научиться любить не считать себя лучше других потому что извините у нас вода горячая у нас одежда чистая мы в домах и льва партнерах живем но желать спасения это люди это люди люди больше и важнее чем животные я люблю животных но человек душа мы созданы по образу подобию божьему это важнее чем любовь любые животные кошки собаки не знаю давайте полюбим просто друг друга в это последнее время когда идет также страшная атака на церковь надеюсь что последнее но страшное время которое приходит иисус сказал не было и не будет впереди великая скорбь пусть бог нам поможет иметь сострадание продолжать трудиться и в этой части благовествовать обращаюсь церквям пасторам многие меня знают очень многие знают в америке в канаде разных церквей благослови вас господь со многими многими дружим я хочу вас вдохновить это то что особенно сейчас церковь должна делать она всегда должна была это делать господь произвела свою церковь быть светом и солью нас как христиан и проповедовать евангелие он посылал своих учеников мы его ученики но если мы это не делали или не обращали на это внимание помоги нам бог в своих городах особенно помнить о божьем великом поручении и через это благословить города да особенно в это время это последняя возможность но если мы не делаем пока еще нас никто не бьет и в тюрьму не сажать я говорю здесь об америке что будет тогда когда придут гонений помоги господь помнить что суть церкви не в том что пришли прекрасная музыка красиво да многие приходят получить какой-то заряд как не говоря там послушать хорошую музыку кто-то попить кофе там до служения после служения может быть все это так кому-то нравится я не сужу но суть церкви не в этом чтобы нам было хорошо мы должны выходить и мы должны благовествовать и путь христов это тернистый путь это путь гонения этот мир всегда будет ненавидеть христа конечно будет ненавидеть нас если мы также последователи пути иисуса христа если бы почаще братья и сестры выходили бы вот именно в такие места где бездомные то я думаю что может быть наше сердце немножко открывалась для дела муж еще раз благодарим вас за все я сейчас хочу просто помолиться коротко я прошу молиться за меня потому что то и возраст у меня уже не такой молодой много и своих личных переживаний и много стресса и знаю как дьявол атакует меня но я благодарю что я под защитой крови христова и моя семья и мой дом благодарю что вы помните поддерживать и нас благодарю вас за это если кто на канале и вы не знаете иисуса христа и верить в него как господа читайте новый завет размышляйте помоги вам бог по милости потому что по милости только я не могу вам помочь я только могу помолиться я могу вам рассказать его англии но чем я смогу помочь вам я такой же человек немочный и несовершен но бог так возлюбил этот мир что дал сына своего единородного так и всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную сегодня у меня служение у пастора алекса калинюка если вы в сакраменту хотите быть на служение приходить завтра я в церкви дом горчичника суббота немножко будет расписание у меня ну несложное но я буду также служение где алекс goldfield это мессианская община воскресенье господь позволит я в румынской паптийской церкви утром потом я буду в церкви у пастора василенко и вечером в battle пастор лохно паптийская церковь если желание приходите а также если завтра у вас есть время мы едем с сакраментом буду жив-здоров прошу прощение в сан-франциск сегодня сакраме сан-франциск господь позволит и свяжитесь со мной вы найдете наш имел в описании и более информацию свяжитесь со мной по имелу я более дам вам информацию захотите принять участие пожалуйста мы только рад и молимся чтобы больше и больше братьев и сестер могли принимать участие потому что нужны люди иисус однажды сказал ученикам посмотрите как не вы побелели молите господина жатвой чтобы выделил вот делать или вот правда так написано не хватает если сам иисус говорил молитесь к сожалению многие из наших понимают что нужно но понимание это одно давайте на практике давайте на практике найдите время так мои я его любовь свою я людям когда находим или найдем для них время еще раз молитесь пожалуйста что бог меня восстановил я не жалуюсь но я очень устал в перелете вчера очень сильно болит голова много всего я прошу просто молитвенной поддержки пожалуйста мне тоже нужно восстановление мне нужно вдохновение мне нужно воодушевление мы часто молимся за людей многие нас просят иногда я молюсь в сердце своим говорю кто бы помолился за меня я знаю что многие из вас молятся за меня я благодарю вас не забывайте пожалуйста и благослови господь отец мы благодарны тебе за твою милость за твою любовь за иисуса христа господа за то что это было твой выбор твое решение ты бог это только ты господь выбираешь только у тебя это решение на все воля твоя ты великий царь что ты господь по милости нашел нас нашел меня и простила меня грешника и очистил крови своей благодарим за твою кровь которая разрушила дела дьявол на голгофе которая также очищает нас от всякого греха по милости когда ты даруешь нам и и что мы можем исповедоваться господи благодарим тебя за победу на голгофе за крест помоги нам оставаться благодарными ты бог и не другого ты ее и ты создатель всей вселенной и ты который грядешь и восстановишь свое управление на этой земле благодарим за этот день что сохранил нас по милости что и дома наши сохранены господь хотя разные бывают господь разные бывают но чтобы не было господь будем уповать и надеяться на тебя ибо надеющийся на тебя никогда не постыдится господь помилуй нас и благослови и вдохнови особенно в благословении которую мы имеем делиться доброй вестью и жизнью и слову благослови господь этих людей которые сегодня вот слышали евангелие еще раз господь помилуй их господь ты знаешь их не жизнь их сердца но мы просим господь да они видят свое положение своей ситуации может быть также взывают тебе почему у них так господи я не знаю я не знаю я не знаю что и со мной будет господь господь защите и меня от всех атак дьявольских и благослови меня и мой дом и супругу мою и деток моей господь молюсь сейчас за те кто не знает тебя также и вот на канале благослови их помилуй их даем милости покаяния кто болезнь на господь я приношу их тебе господь исцели если воля твоя если у тебя другом воля сохрани мир господь многие отходят сегодня очень много из христиан и может быть в этом твое благословение и ты избавляешь от времени который грядет о котором ты предупреждал а мы если ты оставишь нас господь дай силу духа святого более чтобы мы могли пройти и не предать тебя господь благослови этот город сакраменто благослови господь этот штат страну господь и видишь беспорядки много всего что происходит милосердный отец помилуй но всему свое время помоги нам помнить что мы странники пришельцы на этой земле и земля не наш последний дом помоги нам быть готовым каждый день исследовать свои сердца склоняемся поклоняемся дай нам полюбить читать твое слово и молиться господь благодарю за братьев и сестер и за команду здесь сакраменто за василия алекса и за виктор и за даниэля который подъехал господь я благодарю тебя за те кто проповедует евангелие не просто на словах говорит что любит тебя на на деле показывай помоги нам исполнять твои заповеди также господи ты грядешь и мы это знаем это ведь еще раз за наши семьи за наши дома господи да будет твой шалом да будет твой мир милосердный отец молюсь за все людей молюсь за все национальности за все страны молюсь просто за проповедь евангелие в это последнее время благодать еще раз склоняемся при тобою помоги нам не бояться исповедоваться это будет эта милость также и в нашей жизни да благоставить тебя господь и сохранить тебя да презрит на тебя господь светлым лицом своим и помилует тебя и обратит господь лицо свое на тебя и он его хей да обратит лицо свое на тебя и дарую тебе шалом и дарую тебе мир или даст тебе мир во имя ишу бога авраама и цхака и акова господа ишу господа иисуса христа отца сына и святого духа аллилуйя слава богу и да скажет народ божий аминь вы на канале евангелия в последнее время и с вами игорь благослови господь вы на канале евангелия в последнее время мир вам шалом мы находимся в городе сакраменто и служение среди бездомных людей вот такое место здесь в районе даунтауна недалеко от автовокзала подъехали к другому месту вот это городок бездомных людей еще очень много будем проповедовать евангелия и кормить по славу господи from a virgin bring a child what can you do in your life god is able to save you god is able to transform your life god is able and he is willing because he loves you how do i know that because jesus went and died for you jesus died for you so you can live for him i ask you to make this decision today to come up to one of these pastors to come up to us and to ask for prayer redemption of salvation so you want to be in the streets by next year but you'll be in a home with family and friends and with with your fellow brothers and sisters in christ because we want to change your life and the greatest change that anybody can make is by getting saved because no matter how much money you have you cannot buy your way into heaven or out of hell money doesn't matter in that realm knocking at your doors we're knocking at your doors we want salvation who wants redemption who wants a way out we're offering to you through the power of god not the power of men we're not a government agency we're ministers and pastors of the gospel a holy priesthood we're priests and kings in the kingdom of god to bring you salvation and hope and drugs and fornication adultery and sin there's no life there's no life there in fact it is death the wages of sin is death the wages of sin is death I'm calling out of sin I'm calling out of darkness I'm calling out of darkness I'm calling out of darkness many people are sitting in darkness but the good news is this that the light has come and to those who are sitting in darkness to bring light and hope and faith to the power of one name and one name only Jesus хорошо что молодые немножко помогают заменяют проповедуют как все силы уже не те and i got myself out of the street because i was reading his word so when you start reading his word you're gonna have a better life you're gonna have a mental clarity the way god thinks not the way the enemy says oh you're ugly no you're beautiful Что? Такую листью. Такую листью. Хорошо, я возьму одну себе. Я хочу тебя. Открыть. Вышел. Пойди. Я хочу тебя. Я не хочу жить домой. Я хочу тебя, пожалуйста. Я хочу тебя. Я хочу тебя. И携了 тебе. Открыть. Я просто сообщаю тебе, где тебе. Открыть. Открыть. Ваши любимые ок Offdownи Ahiroя. Открыть. Открыть. У меня уже. Открыть. И я говорю, мать. А mastрule. Он убaatит. Девушки отдыхают. 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 и я не хочу это перементь, потому что вы не знаете, что я в гости быху, als что я в жизни. Я вам даю вам свой стиль, 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 стиль. И вбеливание в Messiah, Исраиле, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Открыгивание и спасение. Нет, мы не селивание оленково, это не rearr desc IBM, ничего не дiente. You can't disprove salvation because I live it, I breathe it, I call upon the name of the Lord for it, and I receive it. And you can too. Thank you. God bless you, Jesus loves you. Behold, I'm coming quickly. Amen. I'll come soon. I'll come soon.